Во-первых, я всех поздравляю с победой. Действительно, сегодня игра нам удалась. Я считаю, что команда провела качественный матч. Было много реализовано из-за того, что мы тренировали. И на протяжении 90 минут, я считаю, что мы, можно сказать, контролировали матч. С разницей всего в одну неделю Баловска провела два домашних матча, две победы с одинаковым счетом 2-0. Это были матчи по содержанию одинаковые или все-таки разные были рисунки? Ну, нельзя говорить про содержание, потому что соперники были разные, с разным тактическим рисунком. И адаптация была под соперника совершенно разная. Вот поэтому, ну, я думаю, что победа ни первая, ни вторая не вызывает сомнений. Мы, ну, как бы в этих матчах заслуженно побеждали. Поэтому, еще раз поздравляю всех с победой. Сегодня был момент с пенальти, Алифа он не забил, к сожалению. Будут ли какие-то последствия в плане выбора пенальтиста в следующих выборах? Ну, это ж футбол. Пенальти – это такая вещь, которую сложно тренировать. Вот. И нападающие должны, мне кажется, нападающие должны бить пенальти. Тем более они умеют у нас бить. Не знаю. Они, наверное, мне кажется, самочувствие надо оценивать игрока. Если он чувствует, что может реализовать, ну, форвард подходит. И им очень важны голы. Поэтому ничего страшного не произошло. Он забил отличный мяч. Еще у меня возможности для взятия ворот. Ну, не забил пенальти. Поддержим только его. В начале прошлого года вы пришли в Баловску. Команда была в зоне вылета. В начале прошлого сезона команда опускалась на последнее место. Сегодня она впервые поднялась на первое место в таблице. У вас есть какие-то особые чувства внутри вас? Эмоции какие-то? Да нет, усталость есть. А так, в принципе, хотелось бы, чтобы самое главное место было в мае. А сейчас промежуточные итоги, они, конечно, не так важны. Надо двигаться, работать над качеством игры. Постараться научиться выжимать результаты. Потому что иногда мы не играем хорошо, но важно добиваться побед. Поэтому будем работать, стараться. Я хочу, чтобы болельщики чувствовали нашу отдачу, стремление выложиться. Мы играем для них. Такое жертвенное отношение к матчу, уважение к нашему газону, к нашему стадиону, к болельщикам, к сопернику, к судьям. Это очень важная вещь. А таблица, она рассудит по-честному всех в конце. Сегодня, в принципе, удалось считать и хорошую игру, и победный счет. Если по пятибалльной системе, какой церкви можно в команде поставить? Мне сложно сказать. Я думаю, впечатление, оно как бы всегда иногда обманчиво. Нужно посмотреть видео. Я, в принципе, не очень люблю хвалить. Потому что это всегда ведет к тщеславию. Нужно оставаться скромным, мне кажется. По земле ходить и думать уже о следующем матче. Главный тренер команды «Шиня» Александр Михайлович Побегалов, опытнейший специалист, отметил, что тяжелейший график в этом сезоне. Треники идут с точных повод. Насколько тяжело команду готовить, в том числе эмоционально, к следующему игре? Знаете, когда верстался календарь, то я не знаю, участвовали ли тренеры в планировании. И меня, в принципе, никто не спрашивал, какой будет календарь. Я сейчас не вижу смысла комментировать. Моя задача – адаптироваться. Попытаться найти такие тренировочные занятия, которые помогли бы игрокам сохранять форму как можно дольше. Поэтому календарь уже есть. Будем адаптироваться. Но сама методика подготовки, вот эти микроциклы к матчам, они сильно поменялись, если мы сравним, допустим, с прошлым сезоном? Ну, конечно, конечно, потому что нужно найти какую-то, изменить подготовку. Невозможно так тренироваться. Мы в прошлом году, у нас в недельных циклах двухразовые тренировки были. Сейчас просто не имеем возможности это делать. Поэтому нужно научиться готовить команду в этих условиях. И последний вопрос. За кого болеете в лиге чемпионок? Кто победит? Ну, к сожалению, два разочаровывающих дня. Лично для меня были, потому что и Барселона проиграла крупно, и вчера Манчестер-Сити вылетел. Интересный футбол, я думаю, нас ждет. И Лейпциг, и Бавария, все-таки, и Леон, не знаю. Сейчас, в принципе, не осталось тех команд, за которые я переживал бы очень сильно. Поэтому пусть победит сильнейший. Но вы сами смотрите футбол или записываете какие-то нюансы отмечаете в игре ведущих матчей? Нет, пересматриваю матчи обязательно. А сейчас сегодня днем смотрел Манчестер-Сити, не понял, почему так не смогли они пройти. Баварию перед этим смотрел. Всегда можно что-то найти, какую-то интересную вещь, которую можно в каких-то моментах перенести в наш тренировочный процесс, либо в нашу игру. Очень интересный футбол. Вот как бы эти раунды, плей-офф, очень интересный. Баварию перед этим смотрел.